В Калининграде совершено преступление, которое шокировало весь город. Избит и ограблен 91-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Мельников. Его имя известно многим людям в нашей стране и включено в общероссийский проект «Солдаты Великой Победы». Из-за медалей и памятных наградных часов бандиты ударили гаечным ключом по голове человека, воевавшего и за то, чтобы они вообще-то могли родиться. Напали ночью, по возрасту годятся ему в правнуки. Он с трудом передвигается в су тело Николая Александровича в синяках, а голова до сих пор кружится от нанесенных ударов. 91-летний ветеран Великой Отечественной проснулся ночью под дулом собственного пневматического ружья, который на него наставили двое незваных гостей. Он опять меня ключом мигающим синяков наставил. Ну, короче говоря, обобрал все, ящики выпинул, все. Там у меня ордена, то есть документы для ордена и медали. У меня около 30 медалей там. Памятные награды, среди которых медаль за оборону Ленинграда и командирские часы, подаренные к Дню Победы. Самое дорогое, что потерял в этой схватке Николай Мельников. Вместе с ними преступники прихватили еще мобильный телефон и всю пенсию в 7 тысяч рублей. Ветеран, несмотря на травмы и шок, запомнил, что их было двое, об азиатской внешности, невысокого роста и говорили не по-русски. Это помогло быстро выйти на след грабителей. Одним из них оказался гастарбайтер, который жил и работал неподалеку от домика пенсионера. Гражданин Узбекистана, 81-го года рождения, который был задержан и полностью извлечен в совершении данного преступления. Во время обыска у него было изъято часы и медаль, принадлежащая ветерану. Сейчас разыскивают второго грабителя и ружье пенсионера, которое тоже исчезло. Среднеазиатские гости, которые так жестоко обошлись с ветераном войны, могут задержаться в России на срок от 7 до 12 лет. Их они проведут в тюрьме. Татьяна Титова, Андрей Брокос, Анна Пузанова, Первый канал.